на финансовом рынке существует такая старая пословица может звучать как продавай в мае и уходи она говорит что в среднем инвесторы склонны избавляться от риска в своем портфеле к лету то есть продавать рисковые активы в частности акции сработать ли это пословица в этом году покажет время но подогревание рынка акций дешевыми деньгами за многие годы практически десятилетия количественного смягчения со стороны фрс привело к тому что семь из восьми предыдущих лет если 500 в среднем прибавлял 4 процента за период с мая по октябрь то есть данная пословица по сути ничего не может противопоставить количественного смягчения от фрс и хотя сейчас монетарное стимулирование от фрс достигло рекордной интенсивности то есть силе этот прежний фактор роста последний эпизод восстановление индекса и sp500 имел одну особенность которая обуславливает скажем так зыбкость роста это акцент инвесторов на акции на самые устойчивые и самые безопасные по их мнению акции на данном на данном графике изображена средняя доходность с начала года от инвестиций в акции amazon и apple и от инвестиций в широкий индекс в индекс фондового рынка новых так сузилось до буквально нескольких разрыв говорит о том что восприятие инвесторов а фондового рынка новых так сузилось до буквально нескольких Акции и весь недавний рост, который мы наблюдали, как раз таки происходил из-за интенсивного роста, удорожания акций, которые, по мнению инвесторов, являются безопасными компаниями. То есть, еще раз, текущее восстановление, которое мы наблюдаем, опирается во многом на ощущение инвесторами устойчивость именно вот этих мастодолтов рынка. Тем не менее, сами рыночные гиганты не столь оптимистично смотрят в будущее, это уже подтвердило отчетность компаний, которая начала появляться, начался уже сезон отчетности, появилась отчетность от Амазона и Эппл. Амазон, несмотря на очевидный экстремальный потребительский уклон в США, который благоволит Амазон, вчера компания заявила, что финансовый результат во втором квартале окажется где-то между прибылью в полтора миллиарда долларов и убытком в минус полтора миллиарда долларов. То есть, Амазон взбускает в форму квартале, что окончательный финансовый, главный финансовый результат, он окажется отрицательным, несмотря на то, что, как ожидается, снятие карантина все-таки должно привести к восстановлению экономики и динамика потребления должна вроде бы улучшиться. Но Амазон так не считает. Что касается отчетности Эппл, то компания впервые за 10 лет отказалась давать прогнозы по прибыли. Это, конечно, тоже очень негативный сигнал для рынка, потому что такая некоторая устойчивость компании, она характеризовалась именно так же тем, что компания уверенно выпускает прогнозы о продажах, примерно рассчитывает, может рассчитывать, какой будет спрос потребителя на ее продукцию. Но сейчас компания не стала этого делать, и это большой негативный сигнал для рынка. Учитывая, что S&P 500 с технической точки зрения сейчас скорректировался на 62%, если мы используем числа уровня Fibonacci, и после падения прогнозы и отчетности компаний заметно ухудшились, ухудшились, как и у гигантов. И также, получается, можно предположить, что ухудшение в отчетности будет наблюдаться у других, более подверженных кризису коронавирусно-мышевых компаний. Отчетность, скорее, также не оправдает ожидания многих компаний, как раз из-за того, что мастодонты самые устойчивые компании на рынке, уже дали сигнал об этом. Из-за всего этого чувствительность к риску на рынке может сейчас расти, что мы, возможно, и наблюдаем сегодня на рынке. Дальнейшая бычая коррекция оказывается из-за этого под угрозой. Для доллара такой сценарий, на мой взгляд, является умеренно негативным, потому что воспринимаемый инвесторами островок стабильности в американских акциях, в акциях крупных американских компаний, что особенно актуально, для иностранных инвесторов это восприятие сейчас сменяется на негативное, еще неизвестно, в какой масштаб это приобретет, но сигнал уже к этому есть. Сегодня фьючерсы видно, что снизились на 2%, и постепенно приходит все-таки осознание, что второй квартал, несмотря на снятие карантина, может не оказаться столь оптимистичным, как полагалось ранее, и прогнозы V-образного восстановления, они будут сменяться на что-то похожее на плато, которое продолжится некоторое время. По европейской валюте вчера ИЦБ провел заседание, сделал все необходимое, чтобы подавить риск премии в евро. Я напомню, что источником этой риск премии, которая давила на евро, стало неубедительное выступление, неубедительные комментарии президента ИЦБ Кристина Лагарда в марте, когда, как показалось, ИЦБ ответил на вызов на коронавирусный шок недостаточно самоотверженно, сложилось такое впечатление. Движение евро-доллара вчера вверх показало, что инвесторы убедились в том, что ИЦБ обеспокоен рисками фрагментации еврозоны, того, что все больше обнаруживается, обнажается проблема того, что в прошлом разные страны придерживались разного уровня фискальной дисциплины, сейчас должники страдают, и получается, что страны, которые вели более продуманную и разумную фискальную политику, сейчас должны объединяться и точить должников за собой. В том числе это касается ИЦБ, который является единым монетарным органом для блока, который должен принимать решение, которое разрыв между странами внутри блока устраняет, что ИЦБ вчера все-таки сделал, дал намек на то, что он будет помогать должникам, и что риски и фрагментации из-за этого восприятия рынков должны снижаться. Также он провел настройку дополнительных каналов дополнительных ликвидностей для банков. Это вот дешевые займы, которые рассчитаны для банков, которые активно влечены в аккредитование розничного бизнеса. ИЦБ было пообещало, что рассчитывают эти меры поддержки. Это нашего также отражение в снижении доходности по итальянским облигациям. Доходность сегодня выросла, но в целом после заседания ИЦБ мы можем видеть, что доходность пошла здесь вниз, здесь был этот скачок. И он говорит о том, что рынки восприняли заседание ИЦБ как благоприятное для итальянских облигаций. А это у нас является сейчас ключевым индикатором риска для еврозоны, для экономики еврозоны. С учетом последней информации по ту сторону автоматического кема, то есть из США пара евро-доллара вероятно продолжит рост после недлительной паузы. Скорее всего произойдет отскок пары до уровня 1.09520 и затем можно рассчитывать на дальнейший рост. Как раз таки из-за того, как я уже сказал, что инвесторы появятся сомнения в том, что американские акции являются островком стабильности, что нужно, если искать доходность, то где-то еще, потому что доходность именно американских компаний, в акциях американских компаний находится под угрозой из-за того, что уже начался процесс пересмотра прогнозов по тому, как компании будут американские справляться во втором квартале, что будет происходить с их устойчивостью. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в понедельник.